Всем доброй ночи, с вами Никита Петров, и буквально несколько часов назад завершилась восьмая партия матча первенства мира между норвежьим чемпионом мира Магнусом Карлсоном и российским патендентом на это звание Сергеем Каякиным. Как многие из вас знают, первые семь партий данного матча завершились ничью, ну а то, как протекала восьмая, и то, с каким результатом она завершилась, вы узнаете буквально через несколько минут. Вот. Сразу небольшой дисклеймер. Данный обзор я делаю в основном на основе собственных впечатлений от просмотра данной партии в прямом эфире и от просмотра пресс-конференции одного из участников данной партии. То есть, безусловно, я провел компьютерную проверку, надеюсь, что в вариантах, которые я буду указывать при показе этой партии особых ошибок быть не должно, но гарантии, конечно, давать не могу. Ну а теперь, собственно, обратимся к ходам. Магнус Карлсон играл в этой партии белыми и сделал первый ход d4. То есть, обратите внимание, последние партии в матче наметились некоторые перемены в плане дебютного выбора, потому что, ну, Карлсон в первой же партии он играл d4 и избрал дебют Трамповского. Потом он попытался навязать Карякину какую-то борьбу в испанке в Берлине и, в принципе, не без успеха, но решил эти эксперименты не повторять. И вот в восьмой партии избрал, как вы сейчас увидите, еще одну разновидность дебютов верзовых пешек, но в этот раз не Трамповский, а так называемую атаку Цикер Торта. Причем через довольно интересный порядок ходов, потому что, на мой взгляд, это не самое гибкое, гибкий ответ белых именно в ответ на d5, потому что здесь черные могут не играть e6, как Карин сделал в первой партии, а вывести слона за пешечную цепь, то есть слон f5 или слон g4. Другое дело, что после c4 черные, видимо, должны играть c6, и получается одна из разновидностей славянской защиты. Как мне кажется, у черных здесь нет особых проблем, и, в принципе, современная теория считает так же, но очевидно, что славянка не являлась частью подготовки Сергея к данному матчу, поэтому ожидать славянки от Сергея в данной партии было довольно странно. На ритры последовало e6, слон d3, c5, b3. Ну, в принципе, вот такое вот развитие ферзевого слона белых, оно как раз характерно для данного дебюта. Последовало слон e7, вполне логично, 2-0, 2-0, слон b2. Ну, и вот тут первый сюрприз. Причем сюрприз не только для меня, но, как оказалось, и для команды норвежского шахматиста. То есть, безусловно, с большим отрывом главный ход здесь конь c6. И на эту тему было сыграно тысячи партий, в том числе я здесь отметился со стороны белых партии против довольно сильного гасмейстера Бориса Грачева. Ну, и основная идея белых после конца c6 в том, чтобы наладить некоторое фигурное давление на королевский фланг черных. То есть, после примерного варианта конь d2, черные все равно играют b6. Ну, в основном с идеей просто фианкетировать этого слона поля b7. Здесь белые могут играть c4, как в партии, но и вряд ли это дает какие-то шансы на прорез. Поэтому, более принципиально конь e5, слон b7 f4. Опять же, объективно, я думаю, что больших проблем здесь быть не должно, но в практической игре не всегда легко бороться против довольно простой идеи белых навала на королевском фланге. Ну, и к тому же, раз уж Магнус избрал этот дебют, то очевидно, что здесь у него были какие-то камни за пазухой. Тем не менее, Каякину удалось удивить своего соперника первым, он сыграл b6. В чем же здесь заключается нюанс? Опять же, в партии Карлсон избрал здесь dc и не сыграл самый естественный, самый принципиальный ход конь d2, так что я могу только догадываться. Но я так подозреваю, что Сергей собрался или играть слон a6 сразу, или бить на d4, и вот в этой позиции играть слон a6. То есть, идея в том, что теперь белые явно не могут играть конь e5, потому что без белопольных слонов никакой атаки на короля не пройдет. То есть, логичный ход c4, но здесь конь c6. Опять же, положение пешки на c4 означает то, что белые могут забыть об атаке на короля. Безусловно, у них остается неплохая позиция, но и черным, в принципе, грех жаловаться здесь на итоги дебюта. Поэтому Карлсон избрал dc. Ну и тут вот интересный момент. Дело в том, что Каякин, в принципе, следуя своей философии на протяжении всего матча, он побил слоном, после чего получилась симметричная структура, в которой, ну, черные, по крайней мере, на первых парах должны бороться за уравнение. Более амбициозный ход здесь bc. Ну, после bc, c4. Я считаю, что белые должны играть c4, иначе им совсем не на что рассчитывать. Слон b7, cd, ed. Получается структура с висячими пешками. Опять же, я думаю, что далеко не самая плохая версия за черных. В частности, слон d3 здесь расположен неудачно, ему место на g2. При слоне d3 значительно тяжелее давить на эти слабые пешки. Но все равно структура довольно варюдоострая. Пешки на c5 и d5 могут быть как слабостью, так и силой. Ну и, в принципе, это не соответствует общему подходу претендента к этому матчу. Поэтому ничего удивительного, что на эту позицию Крякин не пошел. Взял слон c5. Конь d2, слон b7, но здесь обе стороны просто завершают развитие. Конь d7. Очевидно, что белым надо проводить или c4, или е4. Но после е4 черные могут два раза взять на е4. Точнее, даже три раза взять на е4. Сыграть конь f6. Получается довольно-таки простая позиция, в которой у черных нет проблем. Поэтому Магнус избрал c4. Последовал размен. Ферзь е7. a3. Ну, вполне очевидная идея провести b4. Черные должны что-то делать. На самом деле, выбор не такой большой. Ход a5 наверняка практически единственный. Конь d4. Ладья f на d8. Ладья f на d1. Ладья a на c8. Ну и вот здесь, после хода ладья a на c1, который, кстати, был не единственный. Возможно, стоило рассмотреть продолжение конь b5. В любом случае, я считаю, что в этой позиции стоит остановиться и попытаться ее оценить. Очевидно и видно невооруженным взглядом здесь, что структура, пешная структура со сторон симметрична. В принципе, этот факт должен черных радовать. В том плане, что их шансы на то, чтобы полностью уравнять, достаточно велики. Тем не менее, определенные факторы могут говорить в пользу белых. В частности, их кони на c4 и d4 расположены лучше, чем черные кони на d7 и f6. Потому что, как известно, кони, которые находятся вот в такой вот связке, то есть нападают друг на друга, d7 и f6, они расположены всегда не идеальным образом. И, собственно, Каякин это показал, что он тоже понимает это обстоятельство. Следующим коном сыграл кони f8. Другим фактором, который в этой позиции может говорить немного в пользу белых, является тот момент, что структура на ферзевом фланге a3b3, она более гибкая, чем a5b6. В частности, пешка на b6 во многих вариантах является слабостью. Тем не менее, черное достаточно гармоничное расположение фигур. Всего лишь одна слабость, которую, в принципе, и слабостью тяжело назвать. Поэтому, объективно, оценка этой позиции очень близка к равенству. Тем более, обратите внимание, что белые кони, хотя они расположены хорошо, в частности, конь c4 оказывает давление на пункт b6, а конь d4, который прыгнет на b5, в таком расположении коней есть свои недостатки. В основном, недостатки заключаются в том, что эти кони не защищают собственного короля. Если мы представим себе, что слон на пункт c5 перейдет на d6, конь через d7 куда-то в район поля h4, этот конь на g4, то, ну, понятное дело, что пока это звучит как далекая, несбыточная фантазия, но в некоторых вариантах белый король может попасть под атаку. И, как вы увидите, это не настолько уж досужие размышления. Последовало конь f8, но и вот здесь, откровенно говоря, магнус стал удивлять. Понятное дело, что здесь тяжело найти какой-то разумный план игры за белых, но очевидно, что то, что белые делали следующими ходами, оно не является сильнейшим и никак не может являться таковым. Последовало ферзь e1, ну, достаточно загадочный ход, но идея проясняется после конь g6, слон f1. То есть, казалось бы, белые возвращают все фигуры на первую горизонталь, но идея в том, что, во-первых, ферзь e1 во многих вариантах может поддержать продвижение b3, b4. После чего, если каким-то образом окажется, что черные не могут два раза взять на b4, то во многих случаях либо слон окажется в опасном положении, либо пешка на b6. Во-вторых, и что более важно, слон на d3 при коне на g6 уже не выполнял особо важных функций, и поэтому чемпион мира перевозирует его в район поля f1 с тем, чтобы он защищал в вариантах несколько ослабленное прикрытие белого короля. То есть, поскольку коней на фарене поля f3 и g3 у белых нет, то они пытаются защищать собственного короля другими методами. Тем не менее, Сергей решил, что подобного прикрытия белого короля слегка недостаточно, но идеал ход конь g4 в принципе вполне логичный. Во-первых, такой конь на g4 серьезно нервирует белых, потому что, ну, во многих вариантах возможно, например, наброс ферзь h4, по крайней мере, белым надо с этим считаться. Во-вторых, если белые прогонят этого коня, то он пойдет в район поля e5, меняя сильнейшую фигуру белых. После чего говорить о каком-то перевесе Карлсона уже не будет смысла. Но здесь Карлсон сделал, с одной стороны, логичный ход, который продолжает ту же стратегему, которая была намечена предыдущими ходами, то есть ферзь h1 и слон f1. Но объективно, конечно, ход слегка второсортный, и Каякин мог это обстоятельство подметить. То есть я считаю, что это первый критический момент данной партии, и, безусловно, здесь нужно остановиться. Каякин, продумав буквально, может быть, 7 минут, сделал здесь ход слон c6, который не сильнейший. А сильнейшим был ответ ферзь g5. И во время пресс-конференции Сергей сказал, что да, он рассматривал ферзь g5 и также многие другие продолжения, но ему не нравились какие-то тактические возможности после ответа белых конь d6. При этом он не уточнил, какие именно. Ну, то есть очевидно, что ход конь d6 здесь является критическим, но забегая вперед, скажу, что там у белых серьезные проблемы. То есть объективно здесь сильнейшим был ответ h3, и после конь e5 достаточно неожиданное решение взять два раза на e5, слон e5 x e5 b4. И компьютер считает, что здесь буквально минимальный перевес, примерно 0,3 пешки, и после а, б, а, б, прошу прощения, слон f8, ладья c8, ладья c8, белые должны удержать эту позицию без особых проблем, например, после хода ладья d4. Тем не менее, по-человечески, в открытой позиции, в которой игра идет на два фланга, просто так предоставить сопернику преимущество двух слонов, как мне кажется, очень тяжело, и я сильно сомневаюсь, что Карлсон смог бы здесь настолько глубоко погрузиться в позицию, что понял бы необходимость такого решения. Скорее всего, Магнус на ферз g5 ответил бы конь bd6, именно то, чего боялся Сергей. Ну, здесь у черных есть форсированный путь к довольно большому перевесу. Надо взять на d6, конь d6, ну, и вот здесь выходит конь 4 на e5. Очевидно, что черные грозят вилкой на f3, после чего теряется ферзь. Более того, на ход х1, все равно последует конь f3, и брать коня, очевидно, нельзя, из-за маты на ферзи 2 последует ферзь h5, после чего черный очень сильная, скорее всего, выигрывающая атака. Здесь есть два критических варианта, и оба приводят к очень серьезному перевесу к Рякину. Первый, возможный ход за белых, конь b7, после чего конь f3, король h1, конь e1, конь d8, ладья c1, ладья c1, ферзь d8, ладья e1. Казалось бы, у белых есть некоторые шансы здесь на, то, чтобы удержать эту позицию, то есть представим, что слон встанет на d4, ладья куда-то в ранг по ладья c1, у белых не так плохо, но вот здесь форсированный вариант продолжается, белый играет ферзь d2, и, прошу прощения, черный играет ферзь d2, и у белых серьезные проблемы. Поэтому, наверное, объективно сильнее после конь 4 на e5 взять на e5, черный, разумеется, бьет конем, возобновляя угрозу конь f3. Ну вот здесь вот форсированный вариант продолжается, f4, конь f3, король h1, ферзь h5, опять же, нельзя брать gf из-за ферзи f3, король g1, ферзь h1, король f2, ферзь h2, слон g2, ферзь g2 мат, поэтому приходится играть ферзь g3, c1, ладь c1, ладь d6, кажется, что дела белых совсем плохие, надо сдаваться, но вот здесь вот есть небольшой трюк ферзь f3, бросить слоном нельзя из-за матового последней горизонтали, надо брать ферзем, слон f3, шах, король g1, ну и вот здесь вот последний важный ход, ладь c6, после чего у черных очень большой перевес, наверное, можно сказать, что эта позиция технически выиграна. Таким образом, белым, чтобы не попасть серьезный переплет после ферзь g5, пришлось играть h3, но, как я уже сказал, сделать такой ход непросто. Сергей упустил данную возможность, наверное, потому что не до конца поверил, что эта позиция несет в себе некоторые атакующие шансы для черных, сыграл с ладь c6. В принципе, этому ходу не откажешь в логике, белый конь d5 расположен хорошо, уводить его очень обидно, то есть вроде бы надо играть a4, но после a4 структура на ферзьм фланге окостеневает, и черная становится намного ближе к ничьей. Последовал слон d5, но и вот здесь вот, мне кажется, второй критический момент в этой партии, который, как ни странно, практически никем из комментаторов отмечен не был. Дело в том, что во время просмотра данной партии я считал, что определенным шансом здесь добавить в данной позиции дисбаланса является ход в fc3, после чего черные могут пойти f5 или f6, и более того, ход f5 вероятно сильнейший, но оба эти хода довольно серьезно на ослабление большой черной диагонали и некоторых полей в центре. В принципе, ход e5, наверное, тоже возможен, но это серьезное ослабление других полей в центре, в частности, поля d5. Я, если честно, считал, что Магнус не сыграл fc3 по той причине, что у черных есть ответ кf6. Но после кf6 довольно неожиданно компьютер здесь показывает за белых довольно длинный фоксированный вариант, в результате которого у них очень большой перевес. После кf6 следует кb6, взяли, fc8, ладья c8, ладья c8, слон d8. То есть, казалось бы, у черных пока лишняя фигура, но вариант продолжается. Слон f6, gf и e4. После чего оба слона накалываются по одной вертикали ладьей d1. Одна из фигур отыгрывается, и у белых очень большой перевес, ввиду того, что их две ладьи явно сильнее, чем черный ферзь. Скорее всего, оба шахматиста не зевнули бы этот трюк, и каяк не ответил бы здесь f5. Более того, эта позиция совершенно неплоха до черных, но после h3, чтобы уравнять, нужно жертвовать коня. Куде в лак, крили в 2, f4, вот здесь вот получаются головоломные варианты, но в результате позиция остается примерно равной. Тем не менее, я считаю, что, повторюсь, для Карлсона это была очень хорошая возможность без большого объективного риска здесь заставить Крякина решать свежие проблемы. Последовала слон d4 вместо fc3. В принципе, логичный ход. Белые пытаются поменять единственного защитника слабых пешек b6, t5, но в то время, как белые пытаются поменять единственного защитника этих пешек, черные меняют единственную атакующую фигуру белых. Последовала слон c4, слон d4, ладья d4, ладья c4, ну и вот здесь вот очень важный момент, то есть с этого, вот с этого хода Карлсон дал своему сопернику понять, что, независимо то, что позиция уже достаточно серьезно упростилась, и объективно ее оценка это мертвое равенство, просто так отпускать своего соперника Карлсон был не намерен, и сделал здесь такой довольно-таки противоречивый ход bc. очевидно, что белые могли сыграть ладья бьет c4, или даже ладья бьет d8, после чего партия завершилась бы в ничью примерно за 10 ходов. Вот pc, очевидно, имеет под собой тот смысл, что теперь, если черные меняют ладьи, то белые бьют пешкой, после чего в пешной структуре появляется некоторый дисбаланс, ну и скорее всего не безвыгодный для белых. Другое дело, что черные, безусловно, совершенно не обязаны менять ладьи на поле d4, а их конь с поля g4 во многих вариантах, или даже конь с поля g6 может оказаться на поле c5, потому что, обратите внимание, белые добровольно создали себе две пешечные слабости. Объективно, я думаю, что после хода bc белые рискуют ничуть не меньше, чем черные. последовало конь f6, ферз d2, а вот здесь вот россиянину нужно было воздержать от соблазна сделать вот ладь от d7, то есть вроде бы очень хочется не отдавать сопернику линию, просто так, но вот после c5 у белых довольно большой перевес, потому что ферз c5 брать нельзя из-за потери фигуры, приходится брать bc, но здесь белые меняют ладьи и бьют на a5. После чего за счет отдаленной проходной, черным предстоит очень трудной обороной без всякой гарантии успеха. Безусловно, Крайкин заметил эту практическую идею, сыграл хотя бы 8. То есть, казалось бы, довольно пассивный ход, теперь белые, две тяжелые фигуры белых расположены на открытой вертикали, черные не могут ее оспыть, но все эти обстоятельства не будут иметь никакого значения, если черным удастся благополучно перевести своего коня с поля g6 на поле c5, где он будет, во-первых, препятствовать проникновению белых по открытой вертикали, а во-вторых, оказывать очень неприятное давление на пешку a4. Последовало g3, конь e5, слон g2. Таким образом, как ни странно, белые препятствуют зарушению этого маневра конь e5, d7, c5, потому что теперь на логичный конь e d7 последовал бы конь a7 и неожиданно у черных здесь большие проблемы, потому что конь идет на c6, а на возвращение черного коня на поле e5 следует f4, приходится брать, fe, но вот здесь вот белый практически выиграно, потому что на коне e8 следует логичный d7, но вы сами видите, что после ферза 6 логичный д8 позиция черных ужасна. Сергей заметил этот тактический трюк и сделал здесь ход h6. Ну, во-первых, это форточка, которая у многих вариантов может черным пригодиться, но что более важно, это на такой некоторый ход пас, потому что казалось бы, белые усилили все свои фигуры до максимума, то есть слон g2 расположен идеально, конь на b5 тоже расположен идеально, а тяжелая фигура белых занимает единственная открытая вертикаль. Тем не менее, никакого пути к достижению прогресса здесь не видно, по той причине, что у черных есть всего лишь одна слабость, это пешка b6, пешка b6, как вы можете видеть, расположена на черном поле, то есть слон g2 никак не может ее атаковать. В то же время черные могут усиливать свою позицию, и повторюсь, если конь окажется на поле c5, белых ожидает тяжелые времена. Тем не менее, Карлсон вполне мог здесь сделать любой спокойный ход, вроде ферзь e2, и позиция оставалась бравной. Но не таков норвежец, и чемпион мира здесь пошел вперед. f4. Опять же, трудно пытаться дать оценку этому ходу, скорее всего, объективно, белые после него рискуют сильнее, чем черные, но не отметить огромную волю к победе Карлсона просто невозможно. Но после f4, как я, здесь сделал логичный ход конь d7, то есть, понятное дело, что конь должен идти в рамп поле c5, тем не менее, компьютер указывает, что ход конь g6 с идеей e5 тоже был достаточно неплох. Тем не менее, последовало конь d7, конь a7, то есть, та же самая идея, конь идет на c6, но вот тут есть важный нюанс. Из-за того, что белая пешка ушла на f4, черных есть ход ферзи a3. Постой волокон c6, ладья f8, ну и вот здесь вот выясняется. Идея черных теперь на ладья d7. Следует просто взять fd7, fd3, шаг. Здесь черные могут либо дать какой-то вечный шаг, либо взять на c4, после чего у них ладья и две пешки за две фигуры. То есть, вроде бы материальный перевес, но вот важно, что пешка на c4 здесь никогда нельзя брать из-за конь e7 шаг, ну и за счет того, что белые активные фигуры они должны сделать нючью без всяких проблем. То есть, объективно, это был довольно неплохой способ для чемпиона мира свернуть борьбу, но понятное дело, что всеми своими предыдущими действиями карусон обозначал то, что сворачивать борьбу не собирается. Поставила h3 с той идеей, что во многих вариантах белого короля полезно иметь поле на h2, но и к тому же очень часто белые готовы надвинуть свою пешку g путем g3, g4, g5, создавая конкретные угрозы королю черных. Поставила конь c5, король h2, конь бьет a4, понятное дело, что белые достигли активизации всех своих фигур не просто так, черные за это время смогли напасть на пешку a4 и съесть ее, то есть теперь белые столкнулись с весьма серьезным риском, то есть во многих вариантах черные просто отражают атаку, меняют все фигуры, пешка a проходит в ферзи. Белым нужно действовать очень точно, и вот мне кажется, что это первый момент, когда Карлсон слегка потерял контроль. Так думаю, что самым здесь надежным способом получить нормальную позицию был ход g4, после чего компьютер указывает за черных возможность g5, но ни один здравомыслящий человек так в сильнейшем военном цветноте не сыграет. Скорее всего, Хаякин сбрал бы ход ферзь b2, меняя опасного ферза белых, ну и здесь в варианте после g5 взяли-взяли hg, fg, конь h5, казалось бы, черный сохраняет лишнюю пешку, при этом поменяли ферзей, но вот белые могут организовать такое вот вечное нападение на пешки черных и партия заканчивается в ничью. Другой заманчивой возможности помимо g4 был ход e4. Опять же, у черных лишний материал, но белые создают некоторые конкретные угрозы. И опять же, партия при лучшей игре с обеих сторон должна заканчиваться в ничью. 5, конь h5, ла-д8, взяли-взяли, король h7, конь e7, казалось бы, белые создают неотразимые матовые угрозы, но вот здесь ферзь g3. То есть, конь h5 расположен не так плохо, как могло показаться, и после король h1 ферзь e1 партия заканчивается в ничью. Но не таков Магнус, он сделал боевой ход ла-д8. Здесь, опять же, я не буду серьезно там останавливаться, потому что это все компьютерные нюансы, а соперникам оставалось буквально 2 минуты на 7 ходов до контроля. Компьютер угрозов черно могли рассчитывать на пререз после h5, но Крэкен сделал тоже вполне разумный, вполне сильный ход g6, после чего последовало ферзь d4, пользуясь некоторыми недостатками хода g6, все-таки конь на f6 теперь лишается опоры. Король g7, я считаю, что это очень сильное решение, то есть не каждый шахматист, имея уже меньше минуты на часах, может без колебаний подставить собственного короля под довольно неприятно выглядящую связку. Тем не менее, объективно ход очень сильный, и белом пара здесь было принимать экстренные меры по собственному спасению, она единственная, хороший рот ладья d7, и нет никаких сомнений, что магнус его видел, в то же время совершенно понятно, почему он от него отказался, дело в том, что черные, на самом деле на любой ответ белых они возвращают ферзя на c5, после чего приходится меняться, но белые меняются на своих условиях, то есть ладья a7, ферзь d4, и еd, ну и скорее всего просто магнус не смог правильно оценить эту позицию, то есть он думал, что тут у черных лишняя пешка есть шансы на повезу, на самом деле после конца c3, конь e5, белых настолько активно расположены фигуры, что они в принципе вне опасности, но после короля g7 последовало c5 и это конечно грубый зевок, дело в том, что ну ходом c5 черные препятствуют ответу ферзь bc5, потому что теперь подвисает конь, то есть черные в то же время игнорируют пешку черные не могут, они должны ее брать, должны ее брать конем, или должны ее брать конем после ладья d8, ферзь d8, что значительно сильнее, то есть после конца c5 на самом деле получается ладья f8, король f8, ферзь f6, то есть это была еще одна идея магнуса в той позиции, конечно черные должны предварительно поменять ладьи, приходится брать конем, конь c5, ну и вот здесь вот ферзь d6, скорее всего магнус просто не видел здесь довольно сильного возражения черных, то есть он успел за те несколько секунд, которые у него были, прикинуть, что да, у черных две лишние пешки, связанные проходные, но белые играют ферзь e7 следующим ходом и создает неотразимую оброзу королю черных, тем не менее у черных есть на самом деле не одна, не две, а целых три защиты, из которых самый сильный безусловно был ход ферзь e4, после чего на ферзь e7 следует ферзь d7, черные просто остаются с двумя лишними пешками в эндшпле, никаких шансов для белых, то есть вероятно магнусу пришлось бы играть ферзь b6, ну и Сергей на пресс-конференции отметил, что он видел ход ферзь a4, но после ферзь b6 не был уверен, что белый ферзь не вернется в раунд поле e7, и черные все-таки не получат мат, но если честно, будь у него буквально на 10-15 секунд больше, скорее всего, он смог бы увидеть тот нюанс, что после конь d7 ферзь d6, черных всегда есть ответ ферзь b4, ферзь на e7 не приходит, и белые просто-напросто проигрывают, потому что их главная проблема даже не в том, что у них не хватает пешки, а в том, что конь на d8 расположен для изменившейся обстановки совершенно бессмысленно, то есть очевидно, что белый ферзь на e7 не придет, значит никакой атаки быть не может, а конь на d8 никак не в состоянии задержать пешку а, и я думаю, что при всей упорстве магнуса в обороне здесь он спастись бы не смог. Другим возможным продолжением было ферзь a2, после чего на ферзь e7 есть ответ e5. Опять же, черные здесь сохраняют перевес, но вход в ферзь a4 намного проще. Но в партии россиянин избрал третью возможность, последовала ферзь d3. С той же идеей на ферзь e7 ответить ферзь d7. Более того, теперь ферзь b6 совершенно бессмысленно, черные просто берут на e3. Но важно, что у белых есть тактический ресурс, который, если честно, я был в полной уверенности, что Крахен зевнул. На пресс-конференции российский шахматист отметил, что конь e6 не зевнул, а посчитал, что после fe, ферзь e7 король g8, ферзь f6, a4, собственно, так и случилось в партии, что здесь у черных очень большие шансы на победу. Черные играют следующим фодом ферзь f5, отбиваясь от атаки белых. Ну вот, и Крахен на время пресс-конференции сказал, что издалека в сильном средноте он не заметил отфета белых e4. Таким образом перекрывается диагональ b1 h7, теперь пешку g6 ферзь не защищает, и у белых в связи со слабостью черного короля здесь довольно весомый контр-шанс. на самом деле компьютер оказывает, что позиция просто равная. Последовала ферзь d7, это скорее всего лучший шанс попытаться продолжить борьбу за победу. Ферзь g6, ферзь g7, ферзь d8 шаг, ферзь f8, ну и вот здесь вот еще один момент, который мне кажется большую часть комментаторов оценивает не совсем верно. Дело в том, что очевидно, что разберзь ферзей белых не устраивает, они должны уводить своего ферзя и самый естественный, самый напрашивающийся ход это ферзь g6 шаг. Ну и большинство комментаторов данной партии они пришли к выводу, что Карлфон не сделал ход ферзи g6 по той причине, что он не хотел ничью, которая получалась после ферзи g7, ферзи g6, ферзи g8. В самом деле при всей боевитости Магнуса я считаю, что во-первых, эта позиция не судит белым абсолютно никаких шансов на победу, несмотря на материальное равенство. То есть лучший максимум того, чего белые могут достичь, это какой-либо вечный шаг ослабленному черному королю. Ну а серьезно матовой атаке помышлять не стоит, потому что пешка a4 это слишком серьезно отвлекающий фактор. Поэтому я считаю, что Магнус в принципе счел бы здесь ничью вечным шагом за благо и отхода ферзи 6 он отказался по той причине, что у черных был ответ короля швосемь, после чего никакой немедленной ничьи не получаются. Скорее всего норвежец просто недооценил ресурс фон f1. И после а3 слон c4 в принципе белые вне опасности. На ферзи f8 последовал ферзи 6. Тоже неплохой ход. таким образом белые отказываются от каких-либо немедленных идей создать черному королю проблемы, но с другой стороны ферзи c6 значительно лучше контролирует проходную а. Последовало ферзи d8. Опять же движки указывают черные могут сыграть а3, после чего позиция остается в рамках равенства, но это во-первых совершенно нечеловеческий подход, во-вторых ходом ферзи d8 скорее всего Сергей играл на победу и не без оснований. Последовало f5, на самом деле единственный ход, иначе белые просто проигрывают a3, fe, король g7, ну и вот здесь вот один из последних критических моментов данной партии. Дело в том, что ну Магнус сделал вполне естественный ход e7, после чего практически уверен, что норвежский шахматист полагал, что партия должна очень быстро закончиться в ничью. Как вы увидите, это оказалось не совсем так. И поэтому возможно Магнусу стоило здесь повнимательнее присмотреть с экспозиции и попытаться обнаружить ход fb5. То есть ход конечно достаточно тяжелый скажем так для исполнения, но зато страховал белых от всех проблем. во-первых отмечу тот факт который сразу бросается в глаза черные не могут пойти a2 из-за того что после fb2 они теряют гордость в своей позиции. Вроде бы логично выглядит конь e6 пользуясь тем что ферзь ушел с поля c6. Здесь белый делает еще один очень сильный ход fb4 просто нападая на пешку a3 неожиданно ее не так легко защитить потому что если черный ферзь отлучается с поля d8 то у белых всегда шаг на e7 вроде бы единственный ход ff8 тогда белые берут пешку на b6 опять же a2 не сыграешь за то что последует a7 шаг ну и на самом деле здесь черным надо соблюдать некоторую аккуратность чтобы сделать ничью и проще всего она достигается путем g5 но также вероятнее всего позиция удерживает fb7 тем не менее если магнус сыграл бы после 7 fb5 то партию он не проиграл как получилось после e7 вы увидите через несколько секунд последовало e7 fb6 опять же a2 играть нельзя и я так думаю что магнус здесь просто прикинул вариант конь e4 слон e4 ферзь e4 после чего белые отбирают проходную но черные сразу дают вечный шаг скорее всего в этот момент чемпион мира уже смирился с ничельным ничельным исходом этой партии но Сергея были другие планы он почувствовал что в этой позиции у него есть некоторые шансы проиграть на победу и сыграл конь d3 что получается у белых остается лишняя пешка но по сути она не играет большой роли потому что во первых у белых намного слабее легкая фигура то есть лонежи 2 явно не идет никакое сравнение с конем который через несколько ходов окажется на поле e5 в трех у черных сильная проходная а на борьбу с которой белые должны немедленно отрядить собственного ферзя но вы сами понимаете что для такой сильной фигуры как ферзь просто сдерживание чужой проходной это не самая лучшая работа поэтому понятное дело что белые никак не могут рассчитывать на победу и вот в этот момент Карлсон допустил очень серьезную неточность возможно с практической точки зрения просто-напросто решающая ошибка скорее всего чемпион мира просто не смог перестроиться от ну в принципе от пустого исполнения ходов то есть я не сомневаюсь что нарежда считал что партия должна вот-вот завершиться в ничью к серьезной к серьезной работе и серьезной борьбе за спасение и о том что белые должны были играть ферзя 6 ну во-первых придерживая пешку а вдруг нападая на коня ну и после коней 5 следует ферзя 5 таким образом черный ферзь очень что очень важно не попадает на поле ц5 ну и после примерного ферзь d6 а щиты опять же только черные могут играть на победу но я считаю что это намного лучшая редакция для белого того что получилось в партии потому что магнус совершил довольно грубый ошибку сыграл ферзя 5 ну и сергей здесь не упустил свой шанс и быстро ответил ферзь c5 понятное дело менять ферзей нельзя пешка а проходит поэтому пришлось играть ферзь a6 конь e5 ну и вот здесь выясняется разница по сравнению с тем вариантом который я только что указал ферзь на c5 расположен намного значительно лучше во первых он препятствует шагам с поля a7 с поля e7 во вторых что очень важно ферзь c5 приглядывать к белому королю то есть во многих порядок надо считаться сходами вроде ферзи в 2 конь f3 или там с конь f3 ферзи 1 в общем довольно много довольно много нюансов движок на самом деле достаточно на большой глубине утверждает что эта позиция должна держаться но для человека это далеко не очевидно и я так думаю что в практической партии на любом уровне шансы черных здесь куда на победу куда выше чем шансы белых на ничью скорее всего белые должны были держать позицию примерно подобным образом то есть шах король f8 очевидно что пока белый ферзь на линии а черные никак не могут усилить позицию не приведя собственного короля куда-то в район ферзь его фланга но вот тут вот возникают некоторые проблемы ферзь a6 нападали на пешку h6 h5 h4 h4 это очень важный ход вы увидите почему король e7 ферзь b7 король d6 ферзь a8 король c7 то есть вроде бы черный король готов продолжать свое путешествие но вот здесь вот нюанс который скорее всего магнус просто не предусмотрел но и обвинить его в этом довольно трудно белые делают ничью путем короля h3 заранее уводя своего короля из-под стиршахов черный король продолжает свой маршрут в район поле b2 но здесь вот слон f1 неожиданно белый слон который последние 50 ходов дремал в районе поля g2 он все-таки занимает активную боевую диагональ и здесь черный белый слон с белым ферзером способен объявить черному королю вечный шаг ну или по крайней мере не пропустить его в районе поля b2 то есть эта позиция ничейная ну опять же понять все это за доской было крайне непросто магнус в принципе сделал логичный естественный ход ферзь e6 по-прежнему приглядывая за пулем а2 ну и заодно оказываясь поближе к черному королю неожиданно ферзь e6 просто строго математически проигрывает и Сергей был очень точен последовал h5 это единственный выигрывающий ход и оказалось что ферзь на e6 все-таки расположен значительно хуже чем на h6 то есть здесь если белый ферзь возвращается обратно следует h4 и кстати это очень важный нюанс потому что если белый играет ферзь c3 то есть если черный играет ферзь c3 сразу то прямого выигрыша не получает сейчас покажу в чем разница после h4 gh ферзь c3 ферзь a7 в коне f7 обратите внимание черный конь таким образом прикрывает собственно короля от всех шахов и здесь черный побеждает по той причине что на ход e5 черный просто бьет на e5 с шахом ну и после король g1 ферзь 1 слон f1 пешка уже на 2 и здесь черный довольно легко выигрывает при пешке черной пешке на h5 и белой пешке на g3 вот в этой позиции белый бы сыграли e5 ну и ферзь e5 не проходила по причине ферзь a3 но на ферзь b2 могло бы последовать ну либо e6 ну и самое главное скорее всего просто e6 но самое главное что во многих ключевых вариантах белый слон g2 подключался к одновременно и к обороне и к атаке путем слона d5 поэтому черным очень важно не снимать блокаду с поля e5 до той поры пока они абсолютно не станут уверены в том что форсировано выигрывают но скорее всего магнус понял что после ферзь a6 h4 его позиция безнадежна сделал ход h4 ну и вот тут вот сергей несмотря на то что это был уже шестой час игры довольно быстро и довольно уверенно нашел красивую геометрическую идею после которой судьба партии оказалась решена последовала a2 казалось бы непонятно зачем черные отдают свой единственный шанс на победу проходную a но понятное дело что белые ну либо должны брать либо должны сыграть ферзь a6 я покажу что последовало бы на ферзь a6 ну а после ферзь a2 черные побеждают следующим образом не играет конь g4 теперь на король h1 следует ферзь c1 с матом на король h3 следует ферзь g1 опять же создавая матовые угрозы и довольно неожиданно у белых здесь нет никакой возможности организовать вечное нападение на черного короля на самом деле есть всего лишь один шаг обратите внимание что поле a7 биться черным ферзем g1 то есть шаг всего один ферзь b2 ну и вот здесь вот точный ход король g6 и опять же у белых не так много шагов на самом деле просто ни одного потому что опять же поле b6 оно контролирует за черным ферзем g1 ну а на ход слон f3 черный всегда играет конь f2 просто выигрывая ферзя ну и довольно быстро партия по этой причине после a2 магнус карлсон просто сдался пожалуй стоило испорить последний шанс играть ферзь a6 пока черный ферзь не проходит ну и здесь у черных наверняка не единственный путь к победе но самое простое это ферзь d4 после чего на ферзь b7 следует конь f7 теперь ферзь не атакует пешку a2 и поэтому черный ферзь просто проходит черная пешка просто проходит ферзи ну а на ферзь a2 очевидно что следует тот же самый вариант то есть просто конь g4 на король h1 ферзь d1 матан на король h3 ферзь g1 эту позицию мы уже видели ну что можно сказать довольно таки убедительная победа Сергея Карахина то есть безусловно нужно отметить что Карлсон показал характерную для себя безудержную волю к победе то есть он продолжал искать шансы на выигрыш в той позиции в которой практически любой другой элитный гроссмейст просто согласился бы на ничью этот подход в прошлом приносил ему очень много очков очень много побед над сильными соперниками но Карякин неспроста является одним во первых одним из лучших защитников в мире а во вторых одним из лучших тактиков в мире и в принципе в этой партии он продемонстрировал и то и другое свое качество на протяжении ну в принципе на протяжении 56 из 57 ходов он контролировал ситуацию ни в один момент не стоял хуже пожалуй единственной его ошибкой стал 37 ход ферз d3 то есть ферз d4 побеждал немедленно Крэкин дал своему сопернику один шанс спастись но Карлсон так и не смог им воспользоваться так или иначе партия получилась очень интересной до конца матча остается всего лишь 4 поединка и безусловно перед норвежским чемпионом мира сейчас стоят довольно серьезные проблемы ну а для вас комментировал данную партию Никита Петров всем спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok